Hallo alle zusammen! Меня зовут Елена Удалова, я преподаватель немецкого языка. И сегодня у нас по плану 10 разговорных выражений, которые пригодятся вам в повседневной жизни. Я надеюсь, что это видео вам понравится. Поехали! Was kann ich für Sie tun? Чем я могу вам помочь? Чем я могу быть полезна? Дословно, что могу я для вас сделать? Это такая ходовая фраза, которую употребляют в различных организациях и заведениях. Например, когда вы звоните в какую-то компанию, сотрудник может поинтересоваться, чем он может быть вам полезен. Was kann ich für Sie tun? Или вы заходите в какую-то фирму, и девушка на ресепшене интересуется, чем она может вам помочь. Was kann ich für Sie tun? Ich vertraue dir. Я тебе доверяю. Если вы считаете, что вы готовы поделиться с самым сокровенным с человеком напротив, скажите ему. Ich vertraue dir. Ты это заслужил или заслужила. Вообще, глагол verdienen имеет значение зарабатывать, заслуживать. То есть ты заработала это, ты это заслужила. В принципе, это также можно употребить в негативном значении, но в таком случае лучше сказать То есть это ты заслужил. Вот это вот плохое ты заслужил. А если речь идет о чем-то положительном, то есть вы считаете, что человек действительно заслуживает того, что он получил, Тогда вы говорите Du hast es verdient. Ist das ein scherz? Это шутка? Или ты шутишь? Вы шутите? Можно употребить так же, как в положительном, так и в отрицательном значении. Например, вы узнали что-то и типа вообще удивлены как-то в негативном смысле и говорите Ist das ein scherz? Или наоборот, вам сообщили какую-то невероятно приятную новость, и вы такие Ist das ein scherz? Ist das ein scherz oder was? Ich habe keinen Empfang. У меня нет связи, у меня сеть не ловит. Вообще слово Empfang происходит от слова Empfangen. Есть глагол Senden, означает посылать, то есть отправлять, например, радиосигналы, а Empfangen это принимать эти сигналы. Соответственно, Ich habe keinen Empfang. У меня нет приема сигнала, так скажем. Так что, если у вас не ловит телефон, или вы не хотите давать кому-то звонить с вашего телефона, можете сказать Ich habe keinen Empfang. Ich habe keinen Empfang. Meiner Meinung nach. По моему мнению. Немцы чаще всего говорят не по моему мнению Нах Майна Meinung, а моему мнению по Майна Meinung nach. Ну, хочется им так. Давайте просто это примем. Если вы хотите выразить свое мнение, то вы говорите Майна Meinung nach, и дальше идет ваше мнение. Например, по моему мнению, это видео заслуживает лайка. Meiner Meinung nach verdient das Video einen like. Если что, лайк, это типа палец вверх, который вам там внизу. Обязательно нажмите. Либо вы сначала можете выразить свое мнение, а потом уже сказать, что это только по вашему мнению. Das Video verdient einen like. Meiner Meinung nach. Ты закроешь дверь? Сейчас вы скажете, Лена, зачем ты взяла эту фразу? Лучше бы что-нибудь полезное в видео добавила. Ну, знаете ли, каждый заслуживает личного пространства, и поэтому нужно уметь просить людей закрывать за собой двери. Запоминаем фразу, ты закроешь дверь? Махсту дитюрцу? Если вы обратили внимание, здесь у нас глагол ЗАКРЫВАТЬ. Приставка ЦУ отделяемая, поэтому она уходит в конец предложения. В общем, если вам лень закрывать дверь самому, попросите об этом выходящего человека. Махсту дитюрцу? Махсту дитюрцу? Эй, бэби, махсту дитюрцу? Дэнке. ЛАСС МИХ НАХДЕНКУ. ДАЙ ПОДУМАТЬ. Дословно, ОСТАВЬ МЕНЯ ПОДУМАТЬ. Или ПОЗВОЛЬ МЕНЯ ПОДУМАТЬ. Если вам нужно подумать, прежде чем что-то сказать, или ваш уровень немецкого пока не позволяет вам говорить, не думая, вам пригодится эта фраза. ЛАСС МИХ НАХДЕНКУ. Вообще глагол означает ДУРАЧИТЬ, ВЫЗМЕИВАТЬ. То есть Тут контекст, наверное, в большинстве случаев негативный. Поэтому, если вам кажется, что человек над вами издевается, спросите его Довольно полезная фраза. Если вдруг вы сомневаетесь в достоверности информации, вы можете уточнить, откуда она у человека. Ребят, если вам нравится изучать немецкий язык вместе со мной, и вы сейчас находитесь на продвинутом уровне, примерно на А2, то я приглашаю вас на свой разговорный курс, где за три с половиной месяца я научу говорить вас по-немецки, мы сломаем языковой барьер и научимся воспринимать на слух немецкую речь. И плюс к этому мы запомним еще больше разговорных фраз. Так что, если вам интересна информация об этом курсе, оставляйте свои контакты под этим видео, и мы расскажем вам обо всех подробностях. Also, das Video hat einen Like verdient, meiner Meinung nach, und das ist kein Scherz. Ich vertraue euch und ich hoffe, ihr verarscht mich nicht. Schreibt im Kommentar, was ich für euch noch tun kann und abonniert natürlich meinen Kanal und sagt es weiter. Bis bald! Oh Mann! Ich habe keinen Empfang! Ich-فس es für euch noch abgesagt! Продолжение следует...